Слава Украине! Приветствуем от Полонского. Парочка новостей из санкционных, скажем так, новостей. И новостей, как изолируется страна изгой, и все больше она напоминает Северную Корею, где ей, собственно говоря, и место, вместе со всеми ее потрохами. Итак, Норвегия присоединяется к 11-му пакету санкций в отношении фашистской России. И сегодня об этом заявили. Значит, норвежцы не обязаны были его исполнять, поскольку не являются членами ЕС, а не только члены Шенгена. Но вот заявили, что полностью присоединяются и берут на себя обязательства по соблюдению 11-го пакета санкций. А это значит, что через Норвегию, ну там 11-й пакет санкций, он в основном направлен на то, чтобы предотвратить обходы, которые фашисты сделали по отношению к другим пакетам санкций. И вот Норвегии, собственно говоря, и закрыли тоже самое эту дырку, эту нишу. Кроме этого, кроме пакета санкций, Норвегии сделали еще одну вещь. Они запретили въезд любых автомобилей на российской регистрации. И давайте посмотрим, вот эта стадия, скажем так, не пускания российских автомобилей. То есть, это фактически, это знаете, даже с северокорейскими номерами ты куда-то можешь поехать. Ты можешь даже поехать с номерами этого фейкового Приднестровья, который вообще не является государством, является черти чем. Но с этими номерами ты как-то где-то куда-то поехать можешь. Что же касается российских номеров. Смотрите, итак, для российских номеров закрыто. Литва с 11 сентября, Латвия с 12 сентября, Эстония с 13, Финляндия с 16, Польша с 17 сентября. Потом пошла с некоторым перерывом Болгария со 2 октября. И вот Норвегия с 3 октября, Далибуды, что называется. Некоторые страны там частично ограничивают и так далее. В Чехии начали конфисковать, например, автомобили с руснявыми номерами и так далее. В Чехии, Германии там частично ограничения тоже привнесены. То есть мы прекрасно видим, что вот эту коричневую чуму российскую, от нее пытаются отгородиться, понимаете. Уже не хотят ни хороших русских, ни плохих русских. Тупо вообще никаких не хотят, потому что в результате оказывается все хреново. Вот и все, да? То есть забирайте свои номера, своих инженеров, своих учителей, свои машины, свое все и валите за поребрики и будьте там. Только не попадайтесь нам на глаза. И еще один очень интересный момент. Уже не санкционный, но такая пощечина по мордяке Путина. Это класс, конечно, Армения. Только что ратифицировала римский статут. А что такое римский статут? А это, друзья мои, значит то, что при приезде на территорию Армении российский предводитель некто Путин, он же пересидент, он же подсудимый последственный Международного уголовного суда, будет немедленно арестован и выдан в этот самый Международный уголовный суд. Это, конечно, блестящее решение. Браво! Единственное, я хочу заметить, что у армян там находится российско-фашистская база. Это база, источник неприятностей, база, источник бандитизма, терроризма и так далее. Пора ее из Армении изымать. Всем буду Украина!